Так, идем дальше. Следующий образ – это Израиль Божий. Галатам 6.16. «Тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость и Израилю Божию». Я знаю, что в разных переводах это переводится по-разному. В греческом языке здесь конкретное построение предложения, которое на самом деле сложно разложить. Вот буквально так, тем, которые поступают по сему правилу, мир им и милость Израилю Божию. Но дело в том, что вот это «и» не вполне понятно, к чему оно относится. И вот здесь определенные проблемы есть. Еще один перевод. «Пусть мир будет тем, кто следует этому стандарту, и милость Израилю Божию». Можно и так. То есть тогда получается, что мир – это благословение всем, кто следует по этому правилу, поступает по этому правилу. И милость Израилю Божию. То есть тем, кто идут по этому стандарту, следует по этому стандарту. С одной стороны, те, кто идут по этому стандарту, с другой стороны – Израиль Божий. Они разделяются, они отделяются друг от друга. То есть с одной стороны люди, живущие по этому стандарту, по этому правилу, с другой стороны – Израиль Божий. И тогда, если вот так читать, то можно отнести это либо к израильскому народу в целом, либо к израильским христианам. Тогда апостол Павел говорит, если исходить из этого чтения, что есть некая группа людей, которые следуют за стандартами, будь то еврейские христиане, языческие христиане или христиане из язычников, и также есть другая группа, и тут, может быть, между ними пересечения, или еврейские христиане, или Израиль в целом. И тут вопрос еще о том, есть ли будущее у народа Израиля. Есть тексты, которые говорят об этом. Последний к Римлянам, 11 глава, например. Мы к этому еще попозже подойдем. Итак, получается, что тем, кто поступает по этому правилу, можно так переводить, как в русском переводе, мир и милость им, и Израилю Божьему. Вот мне кажется, что все-таки здесь все равно получается две группы людей. Тем, которые поступают по всему правилу, мир и милость, и другая группа, и Израилю Божью. Все равно получается две группы людей. И, наконец, Эн-А-Ви. Всем тем, кто следует по этому правилу, мир и милость. Тире. Кому именно? Израилю Божью. Тире здесь стоит не случайно, в этом английском переводе. То есть, люди Божьи, народ Божий или Израиль Божий, это все, кто следует этому правилу, и живет по этому правилу. Тогда получается, что одна и та же группа описана двумя способами. А эти люди следуют правилу, стандарту. Эти люди описаны так же, как Израиль Божий. Так что от нас получаются три версии, три варианта. Когда вы видите такие различия в переводах, вы понимаете, что в греческом оригинале что-то серьезное и что-то непростое. Да, действительно, там что-то непростое. И перед нами вполне возможные переводы греческого текста. И действительно, все переводчики-то опытные, они квалифицированные. И у них получились разные переводы. И порою они спорят между собой. И этот спор зачастую приводит нас к более широким богословским вопросам. Если говорить о последнем прочтении, Н.А.В. Христианская церковь, христианская община называется Израилем Божьим. И многие спорят о том, можно ли в рамках новозаветного богословия описывать словом «Израиль» людей, живущих по новому завету с Богом. Очевидно, большая часть случаев использования слова «Израиль» в Новом Завете все-таки описывают еврейский народ, потомков Авраама, людей, которые пошли от Авраама. И есть, пожалуй, только два или три места, где слово «Израиль» может иметь другое значение. Это одно из них мест. Ну и другие места также ставятся под сомнение. Итак, есть немало ученых, которые утверждают, что Новый Завет никогда не использует слово «Израиль» для того, чтобы описывать этим словом «церковь». Церковь и Израиль в новозаветном богословии оказываются отдельными сущностями. Другие говорят «нет». На основе этого и некоторых иных стихов, на основе определенных богословских пониманий, мы можем сделать вывод, что в каком-то смысле и до какой-то степени церковь и является новым Израилем. Джим, я вот не понял пока нюансы. Смотрите в греческом языке. То есть что получается, что такое «Израиль Божий»? То есть, это же не просто «Израиль». То получается «Израиль Божий». Да, именно, Джим, это хороший вопрос. Я именно это хочу, чтобы вы делали, когда читаете Новозаветные тексты. Читайте чего-то неожиданного. Да, «Израиль Божий». Обычно было бы сказано просто «Израиль». А здесь «Израиль Божий». Так что, да, здесь, наверное, подчеркивается нечто необычное. Возможно, таким образом делается различие между этим употреблением и другими употреблениями слова «Израиль». Но мы к этому еще вернемся. Я хотел бы расширить пока вот эту картинку и перейти пока вот к этой диаграмме. На самом деле здесь очень важно, на каком богословии, на какой богословской позиции человек уже стоит. И из этой позиции он во многом исходит. Я понимаю, что здесь есть разные традиции. Кто-то из вас знает эти традиции, кто-то нет. В американской евангельской теологии существует очень сильное диспенсациалистское движение, которое основано в МОДИ, в библейском институте МОДИ, в Даллайской богословской семинарии, учебной библии из Коффилда. И, собственно, были разные ученые и разные учебные заведения. Так вот, в традиционном диспенсациализме считалось, что есть очень четкое разделение между Израилем и Церковью. Бог действует, работает с народом Израиля на протяжении Ветхого Завета. Иисус предлагает царство народу Израиля или государству Израиля. Израиль отвергает это предложение. Бог решает работать, начинает работать с язычниками на протяжении периода язычников. Но потом, при втором пришествии Иисуса Христа, Бог снова будет работать с израильским народом. Он приведет израильский народ в землю, Он благословит их, и Он даст обещания, которые были даны когда-то через ветхозаветных пророков. И эти пророчества исполнятся в буквальном географическом этническом Израиле. Вот это такой большой подход к чтению Священного Писания, когда мы настаиваем на развлечении между Израилем и Церковью. Есть также другое богословие. Ковенентализм, то есть богословие Завета. Говорится там о том, что вот эти обещания, которые были даны когда-то Израилю, сейчас исполняются в Церкви, в Новом Израиле. Получается некое замещение. Получается, что Церковь занимает теперь место Израиля. И после пришествия Иисуса Христа есть единство или единение, и больше нет применений к Богу ни еврея, ни язычника. И все объединены в одну общину, которую мы можем теперь называть Израилем. Это Новый Израиль. Ну и существуют также промежуточные взгляды. Люди, которые говорят да и нет. Израиль и Церковь, конечно, во многом пересекаются. Церковь – это место, в котором многие обещания Израилю исполняются. Но не все. Все-таки есть определенное место, очень четкое место, будь то широкое или узкое, по-разному, для того, чтобы Божьи обещания не исполнились в Израиле. У нас нет времени... А, уже последний слайд. Ладно, нет. Давайте к этому еще вернемся. Далеко убежал. Далеко убежал. Ладно. Времени все равно нет. Сейчас смотреть на все новозаветные свидетельства. Вот тут, на самом деле, очень важно послание к Римлянам с 9 по 11 главы. А об этом тексте очень много спорят. У нас даже не будет времени на это сколь-нибудь внимательно посмотреть. Мне кажется, что, по крайней мере, в послании к Галатам так много говорилось о единстве еврея и язычников во Христе, о том, как Бог в эту новозаветную эру объединяет еврея и язычников, что было бы очень странно, чтобы апостол Павел в самом конце письма вдруг разделял их, вдруг проводил барьер между теми, кто живет по этому правилу, то есть язычниками, и израильтянами, с другой стороны. С риторической точки зрения, мне кажется, что это противоречит всему тому, что апостол Павел доносит через это послание. Синтаксически, я считаю, что здесь есть греческое слово, как мы видим, кай, и вот это слово кай на самом деле порой бывает очень и очень коварным, но в этом контексте можно с очень большой долей вероятности убеждать, что это слово переводится как даже, или в том числе, а не имя, а не слово и. Поэтому мне нравится перевод NIV о том, что апостол Павел называет церковь, то есть людей, которые живут по этому, или следуют этому правилу, он называет церковь Израилем Божьим. Именно так он описывает новую христианскую общину как наследников обещаний. И обещания эти, предполагаю, что и язычники будут включаться в эту ситуацию. Но я сразу скажу, что об этом спорят, и много спорят, и жарко спорят, и всякий раз, когда вы увидите, как известные переводы, большие переводы различаются, отличаются друг от друга, это значит, что ученые имеют разные мнения, и свидетельства здесь неочевидны, подтверждения здесь неочевидны, и на самом деле перед нами это большая богословская дискуссия. Мы последний раз сейчас вернемся к этой табличке. Я сказал бы, что я пытаюсь быть где-то посередине. Я считаю, что в целом система новозаветного учения показывает, что пророчества, данные Израилю как народу Божьему, исполняются в церкви, в народе Божьем по Новому Завету. Я вижу немало свидетельств в пользу этого. Но, читая эти фрагменты, я также вижу в послании к Кримлянам 11 глава, особенно в этом послании, в послании к Кримлянам 11 глава, а возможно и только в послании к Кримлянам 11 глава, апостол Павел также оставляет определенную значимость для этнического Израиля. У Бога есть еще и конкретное обещание, которое он исполнит в этническом Израиле, а не в церкви. Может быть, ну, по крайней мере, в начале, не как часть церкви. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Ну, что ж, хорошо. Наконец, 17 стих. Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы или знаки Господа Иисуса на Тильмах. Знаете, какое слово здесь язвы по-гречески? Стигмата. Да, слово стигмата, и я думаю, что многие из нас знают это слово, и стигматы также имели историческую роль и имеют важную роль в современном христианстве. То есть, я ношу на своем теле физические знаки Иисуса. Что имеет в виду апостол Павел? Тут очень и очень непростой вопрос. Это что значит, что за Христа он подвергся страданиям и преследованиям. Он говорит об этом во втором послании Коринфянам 11 глава. Значит, знаки или язвы Иисуса Христа это то, что его били, например, били за его веру в Иисуса Христа. Или может быть это какие-то печати или, если хотите, татуировки, которые апостол Павел носит, выражая свою приверженность Иисусу Христу. Знаете, нам неизвестно. Риторически смысл того, о чем Павел говорит, вполне ясен. Он в последний раз использует то, что мы называем словом пафос. Я, говорит, он предан Иисусу Христу и хватит меня по этому поводу печалить, печалить. «Слушайте, галактийские христиане, не надо добавлять к тому бремени, который я уже ношу. Вы знаете, кто я такой. Вы знаете мою подлинность, мою честность. Вы знаете, как я за Христа страдал. Вы знаете, как я был среди вас». То есть, он последний раз взывает к ним и просит сопротивляться иудействующим хотя бы ради него, хотя бы ради той личной связи, той личной дружбы, которая у него была с ними. Ну и дальше заключение. И никаких приветов, никаких планов на дальнейшее путешествие. Начало и конец послания к галатам предельно точны и остры. Апостол Павел использует все ресурсы и здесь, в конце письма тоже, для того, чтобы убедить их пойти по пути подлинного Евангелия и отвергнуть это так называемое альтернативное Евангелие. Ну все! Заключительные вопросы, размышления, комментарии. У меня вопрос по апологетике в конце нашего курса. Смотрите, вот апостол Павел. Конечно, мы все понимаем, что есть люди, которые считают некоторые его послания подлинными, другие неподлинными. То есть Павел это написал, это не написал. Расскажите, пожалуйста, на чем они основываются? Почему некоторые, особенно либеральные ученые, разделяют послания Павла на подлинные и неподлинные? Откуда у них этот скепсис? Есть ли у них основания для этого в стиле или в истории? На самом деле, да, там действительно есть вопросы. Вы сказали либеральные ученые. Да нет, не только либеральные. Есть и довольно сильные евангелические ученые, которые тоже ставят вот эти вопросы. Многое зависит от того, как они оценивают текст послания. Действительно, в разных посланиях Павла разный стиль, даже богословский словарь апостола, словарный запас, словарный состав отличается. И вот эти различия, конечно, дают основу для подобных теорий. Конечно, не из воздуха эти теории сшиты. С моей точки зрения, люди, или, по крайней мере, некоторые из людей, которые говорят о неподлинности послания апостола Павла, как бы игнорируют четкое свидетельство первых веков. Дело в том, что в первые века подложные послания были неприемлемы. Когда ранние отцы церкви понимали, что то или иное письмо было написано от имени другого человека, они отвергали это письмо. Они говорили, что это письмо подложное, оно было поддельное. Такие письма существовали. Так что я считаю, что довольно трудно сказать, ну, смотрите, вот первое послание к Тимофею, наверное, написано после смерти апостола Павла от имени апостола Павла, и все же церковь приняла его как подлинное, авторитетное и предоставила ему место в каноне. Мне кажется, что такое утверждение, к такому утверждению прийти довольно сложно, такой вывод сделать достаточно сложно. Хотя, конечно, есть аргументы, стиль, словарь. Всякий человек, который хоть немножко знает греческий язык, может почитать послание к Римлянам и послание к Титу, и греческий язык здесь разный, стиль здесь разный. Все это, конечно, можно объяснить и без оспаривания подлинности письма. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова